Пятилетка на марше. Семьдесят третий, семьдесят четвертый – это твой труд, товарищи, твоя высота. Пятилетка на марше. Все оставляет свой след. Реки, что плавным течением или стремительным бегом прокладывают себе русла. И леса, уходящие за горизонты. И зерно, упавшее в землю. И человек. Человек оставляет свой след озарением мысли, свершением рук. Все, что создано человеком, будет служить человеку. Сейчас, в семьдесят четвертом, мы вспоминаем, каким нелегким был семьдесят третий. Но от его итогов зависела судьба пятилетки. Мы справились с трудностями. Третий решающий завершен успешно. Субтитры создавал DimaTorzok Декабрьский пленум ЦК вооружил партию и народ Боевой программой действий в борьбе за выполнение новых задач. Крупные позитивные сдвиги в пользу сил мира и прогресса на международной арене связаны прежде всего с осуществлением советской программы мира. Активная деятельность партии, политбюро, лично генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Успехи нашей внешней политики создают благоприятные условия для мирного труда. КОНЕЦ Москва – город труда и мира. И те, кто бывал у нас раньше, и те, кто приехал в Москву впервые, все наглядно видят, отметил Леонид Ильич Брежнев на Конгрессе миролюбивых сил, что советский народ охвачен пафосом созидания. Успехи радуют советских людей. Их приветствуют и наши друзья во всех концах планеты. История общественного движения «За мир» знает немало вдохновляющих примеров. Но мне хотелось бы присоединиться к уже высказанному здесь мнению, что никогда еще не было международного форума такого масштаба в собрании столь представительного, как настоящий Всемирный Конгресс миролюбивых сил. Мы глубоко убеждены, что совместными усилиями можно добиться реализации тех жизненных задач, которые выдвинули сейчас на передний план борьбы за укрепление мира. Когда поздравила нашу бригаду генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, мы глубоко призадумались, что делать. Экскаваторщик, герой социалистического труда Мироненко. Какой сделать встречный план? И решили повысить свои обязательства и отгрузить в 1974 году 2 миллиона 10 тысяч кубометров железной руды и скальной горной массы. За счет чего мы думаем выполнить такие высокие обязательства? Первое, это мы применим кольцевой заезд порожняка. Второе, совместно с инженерно-техническими работниками будет улучшено качество взрывов. Ну и третье, комплексное социалистическое соревнование, в котором будут включены все смежные профессии. Это буровики, контактники, путейцы, железнодорожники и электровозники. Соревнование между этими смежными профессиями поможет повысить производительность труда. Слово Льву Афонину, сварщик. Коллектив нашей смены был признан победителем социалистического соревнования за прошлый 1973 год. В этом году мы взяли на себя повышенные социалистические обязательства. Дать 600 тонн готового проката, сэкономить 40 тонн условного топлива и 5 тонн металла. С начала года коллектив смены номер 2, с которым мы соревнуемся, имеет показатели несколько лучшие, чем у нас. Но до конца года еще далеко, и мы надеемся побороться с ними и вновь занять ведущие место соревнований среди коллективов нашего завода. Московские строители. Николай Злобин и его бригада. В нашей стране четверть миллиона строительных бригад. Быть первыми среди них – великая честь. Злобин и его товарищи завоевали это право. Бригада героя социалистического труда Николая Злобина добилась выдающихся результатов. В прошлом году она построила три 12-этажных дома, сэкономив 150 рабочих дней. В этом помог бригадный подряд. Ценность почина не только в высоких темпах. Он повышает ответственность и заинтересованность каждого в результате своего труда. Делает каждого истинным хозяином на стройке. Успех строителя – радость новосела. Злобин говорит, строишь дом – считай каждый кирпич. Береги минуту, работай на совесть. Помни, деньги народные и твои. Почин бригады был подхвачен другими строителями. Рядом с Николаем Злобиным, Иван Шевцов, ленинградец. Строители Мурманска, Киева, Свердловска. Сегодня примеру Николая Злобина следуют многие. Многие. Но таких бригад может и должно быть больше. Наши успехи известны. Но у нас еще есть промахи, недостатки, бесхозяйственность, потери. Каждый может и должен строже посмотреть на свой труд. Работать лучше, так как Николай Злобин. Как Елена Амосова. Ивановская передильщица – герой социалистического труда. 300 тонн пряжи высокого качества, полтора миллиона метров ткани – ее пятилетка, с которой она справилась за два года и десять месяцев. Теперь ее встречный план. Еще одна пятилетка. Пятилетку уже выполнили 3000 ивановских текстильщиц. Договор тысяч. Сейчас его нити связывают Иванова с Ташкентом, Владимиром, Москвой. Первый договор тысяч. Хроника тех лет. Партия ставит перед нами задачу взять перекоп на хозяйственном фронте. Перекоп будет взят. Теперь этот документ принадлежит истории. Истории, которая продолжается сегодня. Вспоминает любовь Ананимова. Я работаю на Глуховском комбинате с 1928 года. Договор тысяч был заключен еще в 1929 году моими старшими товарищами по работе. Сейчас договор тысяч расширил рамки соревнования. В нем участвуют не только одни текстильщики, но и швейники, химики, машиностроители и ряд других предприятий. Через годы пришел к нам договор тысяч. Через расстояние передается с берегов Вахши рабочая эстафета. Нурекская Дес – самая мощная в Средней Азии. Строка из директив 24-го съезда. Здесь родилась рабочая эстафета. Действенная форма соревнования, которая объединяет рабочие коллективы 250 городов страны. 12 тысяч строителей Устелима приняли рабочую эстафету Нурека. Вот она – география соревнования. И новые имена героев пятилетки – Михаил Васильев и Виктор Михайлов, Анатолий Кузятин и Геннадий Глухов – остались позади рекорды прежних лет. Устелимцы отвечают делом на призыв партии на решение декабрьского пленного ЦК. Годовой план – к 22 декабря. Досрочно ввести в строй три первых агрегата. Уложить миллион триста тысяч кубометров бетона. Сегодня задача – подготовить фронт монтажника. Третья гидростанция на Ангаре – это ускоренные темпы развития восточных районов страны. Человек покоряет за далью даль. У партии отметил декабрьский пленум ЦК. И сегодня и в будущем две точки опоры. Одна – улучшать руководство хозяйства на научной, на действительно партийной основе. И другая – мобилизация трудящихся. Пробуждение творческой активности и инициативы. Говорит Борис Махалов, замсекретаря парткома. Металлургия Запсива прекрасно понимает, что успешное решение задачи девятой пятилетки – это обеспечение подъема культурного и материального уровня советских людей – зависит от их упорного труда. И сегодня на заводе развернулось соревнование и, собственно, продолжается за достижение проектных технико-экономических показателей. Говоря о достигнутых успехах, нельзя не отметить, что еще на заводе не все гладко имеются неиспользованные резервы. И именно в разрезе постановления Декабрьского пленума Центрального комитета партии сегодня перед партийной организацией завода стоит задача дальнейшего совершенствования организации труда, повышения роста производительности труда и улучшения экономической работы на заводе. Пятилетка – время ускоренных темпов. Время поиска новых путей научно-технического прогресса и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Ленинград. Кировский завод. Новый скепной богатырь – К-700. А на полях уже сдает экзамены его собрат – К-701. Мощность – 300 лошадиных сил. Но и это не предел. Раньше мы говорили – человек и земля. Теперь добавляем и техника. Слово Николаю Чеусову, знатному хлеборобу. Помню, отец говорил, когда был еще мальчишка, я с ним видел, вот он, значит, говорит, вот смотри, учись, как достается хлеб. Значит, ну, раньше все же, накосил, все на лошадях ведь, все натягивали, вот, лошади, быки, вот, обрабатывали всю землю. Значит, ну, понятно, и, говорит, на рубашку показывал сзади, вот, смотри, рубашка-то вся в соли. Вот, нужно учиться вам, чтобы машины создавать, чтобы, значит, чтобы не ходили мы пешком, вот, ноги не били, а чтобы, значит, на машинах есть, до чего мы сейчас и дожили. Сейчас уже не представляет себе, вот, это поколение, скажем, 30-х, вот, то есть 40-х лет, она не представляет, что такое трудность такая, чтобы обрабатывать почву, там, скажем, натягивая веселье. Совершенно правильно не представляет. Техника пошла все лучше, лучше, лучше. Сейчас сошли до современных таких, скажем, китов, тракторов, как К-700, которые заменяют. Если перевезти на лошадей, то их не запредешь, наверное, в одну упряжку не наберешь ни в одном хозяйстве. Вот вам, пожалуйста. Раньше мы говорили «человек и земля», теперь добавляем и техника, и экономика, и наука. В прошлом году село получило 322 тысячи тракторов, 225 тысячи автомобилей, 82 тысячи зерновых комбайнов, 6,5 тысяч хлопкоуборочных машин. Сельское хозяйство переводится на современную индустриальную базу. На декабрьском пленуме был остро поставлен вопрос о создании машин и оборудования для крупных животноводческих ферм и комплексов, об увеличении мощности комбикорбовой промышленности. И какую бы проблему сельского хозяйства мы ни взяли, решаться она должна комплексно. Все, что создано человеком, будет служить человеку. Пусковые объекты – вехи пятилетки. Пятилетка строит не только заводы, но и создает людей колоссальной энергией. Виктор Бобровский, молодежь из бригады Василия Натарова, Иван Мордовкин с сыновьями, отец и сын Меркуловы, кто сварочным швом, кто кирпичной кладкой, каждый вписал в строительство пятой новолипецкой домны свою строку. Приходилось трудно. И от того, что многое делалось впервые, и от несогласованности работы поставщиков, и от собственных расчетов. А перед пуском взбунтовалась природа. Но домна была пущена. Первый чугун выдала смена мастера Анатолия Пухова. Пуск. В этом коротком слове все. Минуты и годы, поражения и победы, тревоги и радость труда. Пуск. Азовсталь. Стан 3600. Пуск. Времени строителей и монтажников вручить символический ключ от стана 3600 металлургам ордероносной Азовстали. Что я вам должен сказать в отношении стана 3600? И нам, монтажникам, и мне лично, очень радостно, что он пошел. Немножко устали. Очень, очень рады, что наш стан 3600, наш ребенок, уже сделал свои первые шаги. Работы, конечно, еще много. Еще предстоит очень много. Было много трудностей. Они есть, еще будут. Но никто не питал иллюзии. Этот годах должно быть. Будем стараться работать хорошо. Трудности ждали. К ним готовились. Их преодолевали. Проектировщики, строители, монтажники. 3600. Еще одна строка из директив 24-го съезда партии. Штаб стройки. Ее партийный комитет. Соревнования. Поддержка новаторов и настойчивость в продвижении передового опыта. Точность графика и проблемы материально-технического снабжения. Ответственность за порученное дело. Это заботы парткома. Заботы коммунистов Азов-Стали. Декабрьский пленум ЦК особенно подчеркнул необходимость утверждения партийного стиля работы во всех звеньях народного хозяйства на всех участках нашей деятельности. Ответственность каждого. Она не кончается вместе с твоей сменой за порогом твоего цеха. Если плохо сработал ты, плохо будет другому заводу, соседнему городу, дальней стройке. Ты для страны, страна для тебя. Человек-пятилетки, пятилетка-человеку. Ожидание. Быть может, самое томительное и самое прекрасное в жизни. Пуск. Как сжатая пружина перед стремительным рывком. Венец труда. Дело рук твоих. Пуск. Сто тридцать один миллион тонн стали. Девяносто один миллион тонн проката. И первый лист стана 3600 для четвертого года пятилетки. Труд стареваров, домельщиков, прокатчиков. Труд мастеров. Мастера. Варишь ли ты сталь? Или шьешь костюмы? Водишь поезда? Или печешь хлеб? А может быть ты шахтер, добывающий уголи с глубин земных? Ты можешь быть токарем, рыбаком, учителем. Главное, чтобы ты был мастером. Мастером своего дела. Чтобы работать экономно, быстро, точно. Сегодня лучше, чем вчера. А завтра лучше, чем сегодня. Михаил Чих. Шахтер. И другой рекордсмен. Владимир Мурзенко. 470 миллионов тонн угля. Для четвертого года пятилетки. Рекорды, как ступени. От высоты к высоте. Как рекорд Алексея Стаханова. Это испытание. Пока. 150 тысяч большегрузных автомобилей и 100 тысяч дизелей. Такова годовая программа КАМАЗа. КАМАЗ. Слово, ставшее символом. Как Комсомольск, Днепродес, Магнитка. КАМАЗ. Строительная площадка. 100 квадратных километров. Шесть заводов. КАМАЗ. Жизнь торопит. Уже сейчас надо знать, каким должен быть новый серийный автомобиль. И потому перегон за перегоном. Строители и монтажники. Алексей Новолодский, Салиха Хабиб Рахманова, Раис Салахов, Михаил Носков. Строит. Ха! Ха! Иди тебя! Ха! Ха! Автоград, набережные Челны. Всего пять лет назад здесь вырыли первый кубометр грунта. В 1974 году население города превысит 100 тысяч. Новая стройка, новые масштабы и новые сложности. Извлекай опыт из прошлого, чувствуй время и помни, новая стройка не последняя. Субтитры создавал DimaTorzok Его мощности за пять лет возрастут в десять раз. Комплекс новый, и строили его по-новому. Возводили корпуса и в то же время монтировали оборудование. И вот первый каучук. Смена Владимира Селянкина, а пришел весь коллектив. Победа общая, радость каждого. Победа каждого, радость для всех. Вот и все. Работа кончена, а дело продолжается. И так всегда. Вчера, сегодня, завтра. Говорит академик Антрианов. Комбинат на меня произвел исключительно благоприятное впечатление. Это действительно комбинат, который можно назвать комбинатом будущего. Будущего. И не такого далекого. Сегодня становится реальностью то, о чем недавно еще только мечтали. Строить и утверждать будущее правила нашей жизни. Когда в Татарии впервые получили искусственный каучук из попутного нефтяного газа, там родился городок. А родившись, стал расти. Превратился из городка в город Нижнекамск. Нынче у него совершеннолетие. 18 лет. Город Шевченко тоже молодой. И тоже растет. Зеленый оазис в песках западного Казахстана. Здесь всегда была только жажда. Тоска земли и тоска людей по воде. В прошлом году пущен первый в мире реактор на быстрых нейтронах. На его энергии работает опреснитель морской воды. Сегодня, когда видишь эти современные, уютные, удобные для жизни города, не всегда можешь представить, какой труд предшествовал их появлению. Города в пустыне. И в зоне вечной мерзлоты. Высоко в горах. В тайге. В Сургут. Нижневартовск. Город на породе кладовых западно-сибирской нефти. Город как город. И люди как всюду. А вот работа, работа особая. Добыча нефти и без того непростое дело. Тем более в тайге. Глухой, нехоженный. Начинается все с нуля. Температура зимой минус 40, а то и 50. Но вдвое быстрее намеченного вступил в строй нефтепровод Самотлор-Альметьевск. 2200 километров. Половина пути – болото и горы. В 1974 году подземное русло примет 60 миллионов тонн нефти. Западная Сибирь на первом месте в стране по суточной добыче. Тюменский север суров, нелегок труд людей. На помощь приходит техника, автоматы, электронные машины, научно-техническая революция. Система замера и контроля «Спутник» берет на себя заботы о всех скважинах Самотлора. Таких темпов освоения новых районов еще не знала ни отечественная, ни мировая практика. Сибирякам помогала вся страна. Нефтепровод связал центр Сибири с Горьким и Ярославлем, Рязанью и Москвой, прошел к берегам Невы. Западная Сибирь уже дала стране 300 миллионов тонн нефти. Нынешний год еще шире раздвинет границы нефтяной Тюмени. Три новых месторождения, 700 скважин, 1300 километров трассы нефтепровода, 1000 километров линий электропередач. Пойгу прорежут новые зимники и бетонные дороги, мосты перекинутся через реки, туннели пройдут сквозь горы, сибирское небо прочертит новые авиатрассы. Придут новые люди. Придет рабочий класс. Каждый четвертый гражданин Союза Совета представитель рабочего класса. Высокая сознательность, коллективизм, преданность общему делу, дисциплина, организованность, интернационализм. Рабочий класс – революционный, атакующий класс. Опора и ядро нашей партии, партии коммунистов. 15 миллионов – плечом к плечу. 1 марта 1973 года в КПСС начался обмен партийных документов, боевой смотр партийных рядов. Он во многом способствовал повышению авангардной роли коммунистов во всех сферах жизни, их творческой активности и дисциплине. По установившейся традиции, партбилет номер один выписан на имя Владимира Ильича Ленина. Он среди нас всегда. Мы сами движение его судьбы, глядим на мир его глазами, живем судьбой его борьбы. Партбилет за номером вторым вручен генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. В ходе обмена партийных документов вновь подтвердилась готовность коммунистов-ленинцев верно служить народу, бороться за его интересы, за торжество великих идеалов. Быть коммунистом, быть там, где нужнее, быть там, где труднее, быть в первых рядах. Коммунист Богатырев. Цех, где он работает на Воронежском Шинном, огромный, словно завод в заводе. А покрышки, на которых он ставит клеймо, весят от 200 до 1100 килограммов. И работа ловкая, точная. Счет идет на секунды. За станком обычно действует двое. И норма две покрышки в смену. Николай Богатырев один собирает восемь покрышек. Один работает за восьмерых. Труд на благо народа. Он создает не только ценности, он возвышает человека, делает его красивее. Николай учится на химическом факультете университета. Герой социалистического труда, пятилетку он выполнил за год 10 месяцев и 10 дней. А вторую обязался закончить в 75-м, к празднику октября. Растут богатыревы. Множится число последователей, которые учатся у него мастерству и соревнуются с ним. Все, чем богаты мы сегодня, чего добьемся завтра, зависит от нас самих, от каждого из нас. Рядом с Богатыревым Корчагин. Он тоже работает без напарников. На конкурсе мастеров оба они получили звание лучших шинников страны. Соревнования. Соревнования продолжаются. Сейчас, накануне новой хлебной страды, в памяти у каждого всенародная битва за хлеб. Союз серпа и молота, дружба народов, воля партии, вот что принесло нам победу в третьем решающем году. Дорогие товарищи, приехал я к вам с хорошим чувством, уеду с прекрасным настроением. Сегодня у меня приподнятное настроение, когда я услышал, что украинская партнеризация, хлеборобль Украины, рабочий класс, который, конечно, принимает участие по всей этой работе, помогая селу, готовы. И я понимаю так, что уже принято решение, вот я в общем случае записал тут где-то. Неваживу долгу. И то, что Украинская Советская Социалистическая Республика впервые в истории издает такую крупную цифру, само по себе имеет огромное практическое значение для всего советского народа, для успешного решения других вопросов. Но политическое звучание, я скажу, не меньшее, чем практическое значение. Это поднимает престиж украинской партийной организации всего украинского народа. Украинской республики на новую, я бы сказал, качественную ступень показывает, насколько партия мобилизована, насколько она сумела, как организующая сила, поднять рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию, всех, весь народ, и вырастить такой урожай, и сдать государству миллиард. Я думаю, что это порадует весь советский народ. Рекордные урожаи. Хлеб. Россия, Украина, Казахстан, хлопок, Узбекистан и Туркмения. Мы знаем, что еще зависим от природы. Но уже не так, как 10-15 лет назад. Перелом наступил. Всенародная битва. Переверзли. Нина Васильевна, Николай Петрович, их сын Иван. Все комбайнеры. Семья Краковых. 8 комбайнеров. День от зари до зари и ночи, как продолжение дня. Комбайнеры и секретари райкомов, председатели колхозов и агрономы, ремонтники и повара, герои битвы, которую возглавила и организовала партия. Сердце хлебороба, человека, связанного с землей, не хотело мириться с тем, что непогода могла свести на нет все усилия. Хлеб лег. Снег на полях. Ранний сибирский снег. Шипуновский район Алтая. Бюро райкома, как на передовой. Каждый день новая обстановка и новый маневр. Два года подряд пришлось отвоевывать поле у стихии знатному кубанскому механизатору Владимиру Перлицкому. Содружество науки и практики на общем поле дало свои добрые плоды. В 1974 году Перлицк и его товарищи из Кубанского научно-исследовательского института по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин выдвинули напряженный встречный план. Каждый в звене Перлицкого произведет продукции примерно втрое больше, чем в среднем по совхозам страны. Хлеб. Его посеяли, вырастили, спасли, убрали. Хлеборобы Дона, Кубани, Сибири, Казахстана. Герой социалистического труда Иван Недобитков. Бывший солдат Василий Коваленко и его сыновья Андрей, Владимир, Виктор, Сергей. Пять сыновей заслуженного комбайнера Филиппа Пальма тоже комбайнера. Всенародная битва. Более 222 миллионов тонн зерна. Еще раз подтвердилась правота партии, которая последовательно с марковского пленума 1965 года вырабатывала аграрную политику, шаг за шагом решая ее узловые вопросы. Эта политика развитая и закрепленная на ряде пленумов ЦК на 23-м и 24-м съездах стала основой деятельности миллионов. Люди и хлеб. В желтом колосе и золотистом зерне труд человеческой и любовь. Земной поклон вам от всей страны, гвардейцы жатвы. Тебе, Владимир Беркутов. И тебе, Василий Ерешков. И тебе, Мирзанкул Целтенбеков. И тебе, Николай Выскворка. Земля не только отдает силу колосу, но и рождает людей колоссальной энергии. В их честь звезды на комбайнах. Им золотые звезды героев труда. В марте 1974 года страна отмечала 20-летие освоения Целины. Это веха истории, а история создается людьми труда. Первые новоселы, тракторный поезд, первые комсомольские палатки, первая борозда и первый хлеб. Так начинался казахстанский миллиард. Алмата с большой речью о подвиге партии и народа, об актуальных вопросах аграрной политики, о международном курсе КПСС и советского правительства выступил Леонид Ильич Брежнев. Генеральный секретарь ЦК подробно охарактеризовал главные направления в развитии сельского хозяйства страны. Повышение материальной заинтересованности людей, решительное ускорение научно-технического прогресса, улучшение организации производства, животноводству индустриальную основу, бережное отношение на земле. Дорогие товарищи, друзья, на добро земля всегда отвечает добром, сведением садов, сочными травами, тяжелым налитим колосом и всем сердцем верится, что неустанный труд хлеборобов, их знания и опыт, безграничная любовь к земле будут достойно вознаграждены в этом году. Пожелать всем земледельцам нашей страны новых замечательных достижений в нелегком, но почетном и благородном труде. Больших вам успехов, дорогие товарищи целинники. Говорит Михаил Довжик прославленный целинник. Год 1974 очень большой и напряженный год. И нам целинникам сейчас после той большой оценки, которую дал Леонид Ильич Брежнев на торжественном заседании в Алмате во дворце имени Ленина. Нам надо пересмотреть свои обязательства, может быть, даже свои отношения, и чтобы порадовать родину-мать новыми хорошими трудовыми успехами. Новый целиной предстоит стать не черноземной зоне России. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР программа ускоренного развития сельского хозяйства одного из крупных районов страны. Активная интенсификация во всех сферах отрасли. Улучшение земель на многих миллионах гектаров. Широкий размах жилищного и культурного строительства. Мужает страна и по плечу все новые задачи. Говорит член-корреспондент Академии наук СССР Моисеев. Сегодня нас особенно привлекает научиться использовать вычислительную технику в таких трудных проблемах, как комплексное проектирование, как говорят, как реализовать системный подход для построения долгосрочных планов развития региона, создания крупного промышленного комплекса. Сегодня мы говорим о нефтяном районе, завтра мы будем говорить о проблеме переброски ввод, решении таких больших народохозяйственных проблем, я бы сказал, уже глобального характера. И вот тут-то наиболее ярко проявится то основное свойство машин третьего поколения, которые, позволяя работать в диалоге человек-машина, позволяют просматривать очень много вариантов, снимая с человека рутину тяжелых, в общем, нетворческих расчетов и оставляя за ним возможность творческого подхода к выбору, назначению основных характеристик того проекта, ради которого, собственно говоря, он и работает. Когда рождается новый город, он обретает профессию. Мы говорим город нефтяников, город энергетиков. Теперь все чаще звучит город науки. Пущино на Оке столица биологов. Ей всего 10 лет. Она молода, молоды ее жители. Важнейшее открытие наших дней происходит на стыках наук. В Пущино биологи составляют лишь треть научных сотрудников, остальные физики, математики, химики. Каждое лето здесь студенты-практиканты. Пятилетка и наука. Без нее немыслимое современный мир и современное производство, планирование, управление, организация и технология. Директор научного центра биологических исследований, член-корреспондент Академии наук Георгий Константинович Скрябин. Наука Просторы космоса и глубины океана, проникновение в твердземную и таинство жизни, новые источники энергии и сверхпрочные материалы. Чувствовать время, думать и действовать. Партия решает задачи дальнейшего подъема экономики и совершенствования системы управления народным хозяйством. Качественные перемены в структуре, интенсификация производства, ускоряются темпы технического переоснащения, более эффективными становятся методы хозяйствования. Новые требования новый стиль. Генеральный директор Ленинградского объединения ЛАМО Михаил Панфилов. В Ленинграде 87 объединений. Это 300 предприятий свыше 50 исследовательских, проектных, конструкторских институтов и бюро. Они выпускают большую часть изделий высшей категории качества. Новый шаг научно-производственное объединение в одних руках все этапы создания нового. От разработки до серийного выпуска. И вдвое быстрее. Наша экономика, отметил декабрьский пленум, вступила в такой этап своего развития, когда на первый план выдвигаются некоторые новые задачи. Поворот к качественным факторам роста, повышение эффективности, ускорение научно-технического прогресса. На комбинате «Красная роза» автоматы помогают одной ткачихи сегодня обслуживают 48 станков, а завтра 72. В стране ежедневно внедряется свыше 10 тысяч изобретений, предложений рационализаторов. Ежедневно 10 миллионов рублей экономии. «Наука стала реальной производительной силой». «Рабочая тема сейчас является главенствующей в нашей литературе». Говорит Сергей Наровчатов. класс – это основная созидательная сила нашего общества. Наши писатели находятся в гуще жизни, на великих стройках, на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. Они находят живых героев и возвеличивают образ советского человека, человека созидательного творческого труда. Человек. Он в центре наших планов и дел. Для 31 миллиона пятилетка отмечена ростом заработной платы. Это каждый третий рабочий и служащий. Увеличение стипендий, пенсий, пособий повысило доходы еще 23 миллионам. 11 с половиной миллионов справили новоселье. Все это плоды труда. Наше общество создало все условия для учения и творчества, для труда и отдыха. Только самодеятельных коллективов в нашей стране более 800 тысяч. наиболее полное удовлетворение материальных и культурных потребностей это наши планы, наша главная цель. говорит художник фабрики Старт Татьяна Голод. На декабрьском пленуме был поставлен вопрос о расширении ассортимента и улучшении качества. Мы считаем, что этот вопрос имеет прямое отношение к нам. Мы считаем, что работа художника это работа человека смотрящего далеко вперед и мы постараемся сделать все, чтобы наши заказчики, наши дети и малыши были довольны нашими изделиями. Говорит главный инженер объединения электрон Игорь Иваненко. Мы еще раз технологические процессы. Объединение приняло новый напряженный встречный план на 1974 год. Так мы взяли во встречном плане выпустить 25 тысяч телевизоров сверхплана как черно-белого, так и цветного изображения. У нас нет сомнения, что несмотря на то, что планы чрезвычайно напряженные, 1974 год будет полностью выполнен по всем технико-экономическим показателям. У нас во всей полноте может раскрыться талант каждого из 250 миллионов. Мечтать, любить, творить. Мы самая читающая страна в мире. 360 тысяч библиотек, 180 миллионов читателей. музыка, театр, палитра художника, резец скульптора, экран кино. Человек социалистического общества. Перед ним не только открыты духовные ценности, он сам их творец. Что движет человека? Что приносит ему наивысшую радость? Преодолеть, открыть для себя впервые, ты это можешь. осознать свою силу, быть первым, стать первым. Студенческая пора. Она тоже в государственных планах. Говорит Лиля Коваленко, студентка В какой-то степени 74-й год и для нас является определяющим. В этом году мы заканчиваем учиться и начинаем свои дипломные работы. Каждый из нас определится в жизни, найдет свое место, начнет работать. Каждый из нас получил большой багаж знаний, научился серьезно трудиться, серьезно думать. Я просто уверена, что каждый из нас после окончания вуза будет самоотверженно трудиться. Комсомол. Он всегда на передовых рубежах. Там, где нужны пламенные сердца, пытливый ум, энергия и инициатива. Красноярская ГЭС, атомная станция в Билибино, Байкало-Амурская магистраль, важнейшие стройки пятилетки комсомольско-молодежные. Самые дорогие трудовые дипломы, комсомольские путевки. Канун открытия 17-го звезды ВЛКСМ 11 комсомольских организаций были награждены орденами Трудового Красного Знания. Среди них комсомольская организация города Тольятти. 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 Полвека назад, в июле 24-го, комсомол принял имя Ленина. Полвека комсомолия страны верна своей клятве. Жить, работать и учиться по-ленински. От имени 34 миллионов комсомольцев 17-й съезд в ЛКСМ заявил и впредь быть в первых рядах строителей коммунизма. Обращаясь к делегатам съезда, Леонид Ильич Брежнев сказал, что комсомол – это неотъемлемая часть биографии многих миллионов советских людей, олицетворение вечной молодости нашей Родины. Нет пограничной черты, нет возрода, глядя на который, можно было бы сказать, вот это настоящее, а вот это будущее. Уже сегодня, каждым днем своей трудовой жизни надо строить и утверждать это будущее, приближать его, делать его явью. Во имя этого Ваш Союз и носит высокое звание Ленинского коммунистического. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И буду храбрым, и увлекательным. Добрым. Правдимым и разумным. Я буду невестой. Я с афером, пожарником. Я хочу стать капитаном, когда выучусь. Хочу плавать в разные страны. Хочу попасть на Северный полюс, видеть разных зверей. Северный полюс Будущее и настоящее. День нынешний и день грядущий. Ответственность каждого за дела твои и дела коллектива. За всю страну, которая крепнет твоим трудом. Человек пятилетки, пятилетка человеку. И так всегда. Вчера, сегодня, завтра. Пятилетка на марше. Сегодня рубеж, завтра точка отсчета. Это твой труд, товарищ. Твоя высота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok